Понятно, что из-за пандемии и последовавшим за ней локдауном во всем мире разразился кризис, после которого еще не все пришли в себя. Учитывая это, студенты ранее в этом году просили уменьшить размер контракта. Сделать это возможным не представляется. Надо понимать, что за счет оплаты студентов формируется зарплата преподавательскому составу. Но и увеличивать стоимость контракта тоже не будут. Это говорит о том, что на сегодняшний день из-за пандемии президент в целях поддержки социального слоя населения хочет, чтобы стоимость контракта была единая в течение трех лет. После трех лет высшие учебные заведения смогут увеличивать и индексировать стоимость контракта. Для многих студентов и их семей, лишившихся в период пандемии источников дохода, это, конечно, большая поддержка. Стоит отметить, что ежегодно стоимость контракта увеличивается в среднем на 2-3 процента. У нас эта стоимость и так не увеличилась, потому что на первом курсе мы подписали контракт. Но я знаю, что в других вузах эта сумма увеличивается примерно на 2 тысячи сомов. Думаю, они с радостью восприняли новость о том, что теперь такого не будет. «Конечно, хорошо, когда стоимость контракта из года в год остаётся на прежнем уровне». «Многие из моих однокурсников платят за контракт сами. А учитывая, что это довольно существенная сумма и к тому же она ежегодно увеличивается, многие из них испытывали трудности. Потому мы, студенты, только рады этой новости». Кроме того, в указе президента Садыра Джапарова определены льготы и для детей-сирот и детей-инвалидов при зачислении в учреждение высшего профессионального образования. «Необходимо понимать, что забота о детях-сиротах – это социальная обязанность государства. В статье 27 Конституции прописано, что государство заботится, воспитывает и обучает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет. Это в первую очередь о бесплатном начальном, среднем и высшем профессиональном образовании. Категории тех, кто нуждается в бесплатном образовании, также инвалиды с детства, дети-инвалиды и граждане из числа инвалидов первой и второй группы». Так, образовательным учреждениям необходимо ежегодно предоставлять квоту в количестве 5% для детей-сирот и детей с инвалидностью. «Выделялись 100 грантовых мест для таких типов студентов, но на сегодняшний день в указе предусмотрено 5%. Это означает, 285 мест будет ежегодно выделяться для данных студентов на направление обучения, например, педагогические или другие направления». Все эти меры, как отмечено в указе главы государства, направлены на поддержку студентов. А студентов, обучающихся в государственных вузах и спузах, в этом учебном году более 230 тысяч.